Юля, если ты меня слышишь, здравствуй. Скажи, пожалуйста, какие подробности удалось выяснить к этому часу? Елизавета, приветствую тебя. К сожалению, начать свое сообщение я вынуждена с трагической новости. Тело четырехлетнего Илюши Молева найдено. Оно найдено вот здесь, вот в этом болоте, который сейчас вы можете видеть за моей спиной. Это место примерно в 200 метров от места пропажи Илюши, от его дома. Поэтому в настоящее время сказать, от чего именно точно, почему именно погиб мальчик, мы не можем, потому что работают следователи. Вот, кстати говоря, на экране сейчас появляются эксклюзивные кадры, которые нам удалось снять в первые минуты после обнаружения тела погибшего мальчика. Следователи ведут свою работу. Но если говорить подробнее о причинах, почему мальчик мог погибнуть, это, естественно, рассматривается банально, то, что он попал в это болото, угодил и утонул. Также, конечно, мы не можем пока отметать какие-то версии криминального характера. Напомню вам о поисках. Они действительно были полномасштабные. В них были задействованы 950 человек, только 300 человек местного населения, три десятка спасателей. Самая разнообразная техника — это беспилотники. Были задействованы служебные собаки. Поиск, отмечу, можно назвать очень сложным из-за того, что у мальчика расстройство аутистического спектра. Волонтеры не могли применять какие-либо стандартные методы. То есть это использовать голос, использовать громкоговорителя. Все эти манипуляции могли только напугать Илюшу и заставить его убежать подальше от спасателей в лес. Семья у мальчика достаточно благополучная. Точнее, она в целом благополучная, она на хорошем счету. Это многодетная семья. У Илюши еще младшая сестренка и старший братик. На протяжении всех этих часов с семьей работали следователи. Сейчас, я думаю, с ними будут работать и психологи. Это большая трагедия для этой семьи. Мы приносим искренние соболезнования. Подробности этой трагедии мы готовы сообщить в наших следующих выпусках. Сейчас я передаю слово тебе, Елизавета. Да, Юля, скажи, пожалуйста, известно, почему так случилось, что ребенок все-таки в 4-летнем возрасте оказался один и ушел из дома? Да, как нам стало известно, вот этот вот момент, это где-то в 6-м часу вечера. Во дворе находился сам малыш Илюша, его папа. Папа разгружал доски, то есть он их переносил в дом, поэтому калитка дома была открыта. И вот в этот момент малыш смог ускользнуть. Папа заметил пропажу буквально через несколько минут, но, видимо, маленький ребенок уже успел убежать слишком далеко. Да, Юля, тяжелая трагедия. Конечно, невозможно поверить и принять в то, что ты говоришь. Пожалуйста, наше соболезнование передай семье. Илюше из города Ворсма была моя коллега Юлия Калинина. Продолжение следует...